G30 признал XRP, Chainlink прибавляет плюс 31%. Coinbase рассматривает 19 криптовалют в качестве кандидатов на листинг. И ключевые фигуры мошенничества Plast Token арестованы. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске CryptoNews. G30 группа элитных банкиров высоко оценила XRP, одновременно проливая свет на возможности и риски, связанные с криптовалютами. Группа признала криптовалюту Ripple решением проблемы медленного и дорогостоящего банковского обслуживания в своем последнем отчете, который фокусируется на различных рисках и возможностях, связанных со всеми типами цифровых валют. G30 – это международный форум, основанный в 1978 году, который объединяет самых высокопоставленных руководителей центральных банков и коммерческих банков. На фоне этой новости XRP прибавил плюс 24% за неделю. Token Chainlink возобновил восхождение на этой неделе, впервые поднявшись выше 9 долларов. Ценовой скачок Link на 31% в течение 7 дней вернул актив обратно в топ-10 после установления нового рекордного максимума, вытеснив оттуда Binance Coin и Crypto.com. Стартап также объявил о партнерстве с Provide Technologies, чтобы интегрировать Chainlink в Provide API. Это партнерство также означает, что Coke One North America, платформа, которая предоставляет инструменты партнерам Coca-Cola Company в Северной Америке, также получает доступ к Chainlink. Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила, что изучает возможность листинга 19 криптоактивов среди претендентов Ampleforth, Band Protocol, Balancer и прочие. Представители Coinbase подчеркнули, что продолжат исследовать новые криптоактивы. Процесс проверки включает значительный технический анализ и анализ соответствия рассматриваемых криптовалют. Специалисты также отметили, что рассматриваемый список не гарантируют, что актив будет в итоге включен в листинг. Предыдущие листинги на Coinbase иногда значительно поднимали цены на монеты. Китайские власти арестовали более 109 человек, связанных с мошенничеством Пластоке. Запущенная в 2018 году схема Понци обманула более 2 миллионов человек на 40 миллиардов юаней. В результате действий, предпринятых Министерством общественной безопасности, все 27 человек из основной команды Пластокен были арестованы. Это первый случай, когда китайская полиция свернула крупную международную схему Понци, в которой использовался биткоин. Многие эксперты считали, что пирамида Пластокен также ответственна за падение цены биткоина в марте этого года и годом ранее. Это были все новости на сегодня. Спасибо за просмотр, а также подписывайтесь на нас в других социальных сетях.